Привет, друзья! Готовя к продаже вот этот фотоаппарат 5D Mark III, я столкнулся с тем, что он потерт. И, конечно же, на основную функцию это на съемку, на качество съемки это никак не влияет, но, тем не менее, товарный вид это портит немного. И если бы я раньше использовал вот эту штуковину, силиконовый чехол для фотоаппарата, все бы выглядело сейчас по-другому. Но эту штуковину я купил не для этого уже фотоаппарата, а для 5D Mark IV, на который я сейчас снимаю. И мне уже не терпится попробовать надеть этот чехол на фотоаппарат и посмотреть, как это будет, внесет ли это неудобство и так далее. Итак, надеваем. Так, конечно, не наденется. Сейчас я буду переходить на съемку с телефона. И для этого мне понадобится вот этот штатив, который я уже показывал в одном из предыдущих видео. Ссылочку на него оставлю в описании. Это штатив для телефона, для экшн-камеры с пультиком и все такое. Классная штука. И сейчас опробуем его в деле. Итак, сейчас запись ведется на Samsung Galaxy S8+. Очень даже прикольно. Я теперь нормально себя полноценно вижу. Правда, я вижу, что глаза теперь мимо камеры. Я постараюсь смотреть непосредственно в камеру. Вот. Именно ради этого, я думаю, второй камерой купить 6D Mark II. Он по характеристикам, конечно, уступает 5D Mark IV, но у шестерочки есть классные функции для видео, для видео селфи. Там откидной поворотный экран. И именно для записи влогов это может быть удобно. Но пока не об этом. Итак, для того, чтобы нам надеть вот эту вот BDSM-ную штуку на вот этот вот класснючий фотоаппарат, нам придется объектив, скорее всего, скрутить. И, возможно, даже вот эту вот очень удобную боковую ручку можно будет скрутить. И, кстати говоря, я бы поменял на кожаную. Если есть какие-то рекомендации хороших производителей кожаных этих ремешков, поделитесь ссылочками. Очень даже интересно. Потому что это уже протерлось. Как-то не камельфо выглядит. Вот. Пора менять, наверное. А может быть, производители даже выйдут на связь. И мы с ними запилим видеообзорчик их продукции. Как ты снимаешься? Да. Уже давно этого не делал. Надо сказать, уже потертости есть. Вот. Уже углы чуть-чуть потерты. Ну, конечно же, я уже год на нее снимаю. И, кстати говоря, возможно, если вам интересно, я запишу видео 5D Mark IV спустя год. Отзывы и комментарии. Я на него сделал, наверное, 1200 уже кадров. И есть что сказать. Так. Ну, опять отвлеклись. И, собственно, надеваем эту штуковину. Вот так вот сделаем режим съемки от первого лица. Посмотрим сначала, что у нас здесь. Так. Надо протереть. Это защитное стеклышко. Кстати, на него тоже я оставлю ссылочку в описании. На вот это вот не смотрите. Это от старого. Это старый-старый наглазник от старого фотоаппарата. Да, чтобы сохранить новый. Мне так жалко. Что там. Ну, в целом, неплохо выглядит фотоаппарат. Спустя год активных съемочек. За исключением вот этого. Я еще ношу на ремнях на кожаные разгрузки, которые тоже уже, наверное, нужно поменять. Я бы и цвет хотел уже сменить. Я с ней то ли два, то ли три года уже снимаю. И можно будет поменять. И именно гарнитура, вот это вот, и сбивает вот этот задник. И четверка в этом плане у меня защищена вот этой штуковиной. Она вкручивается вот сюда. В нее уже вкручивается колечко гарнитуры. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если не понимаете, пишите. Я отдельный выпуск сделаю про ремни тогда. И про ношение фотоаппарата без использования штатного ремня. Итак, как это делается? Сам делаю в первый раз. Но я так понимаю, что самая большая дырка это все-таки снизу. Соответственно, она одевается вот так вот через голову. Многие невесты, кстати, любят надевать платье через голову. Уверены, что оно именно так надевается. Хотя в большинстве случаев удобно надевать через низ. Это не наш случай. Ну, вот как-то так. И снова сейчас протрем стеклышко. Ну что, как вам? Интересно ваше мнение? Пишите комментарии. Я знаю уже, я чуть пообщался с фотографами, которые использовали эти чехлы. И они очень даже довольны. Говорят, очень-очень классно. Доступ ко всем разъемам. Доступ к флешке. Доступ к аккумулятору. Ко всем кнопочкам. Такие же чехлы есть не только черного цвета. Есть и хаки защитные такой для съемки природы, наверное. Вот. Так. Это закрывает, защищает вот так вот горячий башмак. Вот. И есть всякие и ядреные цвета, и желтые, и красные. У нас есть фотограф Олег Костин, который с желтым фотоаппаратом. Очень даже прикольно выглядит и ходит. Костик, если ты смотришь видео, тебе привет. И наденем объективчик, как это все будет выглядеть. Кстати, Костик, также, если ты смотришь, отпишись, как тебе твой опыт съемки с резинкой. Привык, не привык. Ну, первое мое ощущение, что она немного вот как-то, как-то немного вот хлипкая. Хотелось бы, чтобы она облегала более плотнее. Стал хват больше за счет толщины. А мне кажется, не в случае для девочек. Потому что и так бывает для девочек чуть-чуть большеват хват. Ну, для разных по-разному. Видел и девочек с такими чехлами. Наверное, дело привычки все-таки. Ну что, друзья, вот и обзавелся мой фотоаппарат, на который я сейчас снова снимаю. Свои новые одежки. Посмотрим, как она будет в эксплуатации. И сейчас хочу тоже упомянуть немного, что вот я продаю две свои камеры 5D Mark III. Немного потертые. Они работали прилично. Около трех лет каждая. Пробег тоже приличный. Снимаю я много. Но, тем не менее, работают прекрасно. Без единого обращения в сервисный центр. И ссылку на страничку на моем сайте, которая посвящена продаже техники с актуальной ценой, информацией о продаже, я оставлю в описании под видео. И небольшой анонс, что нас ждет дальше. Дальше мы будем исправлять растянутые резинки у объективов Canon. И также относятся ко всем другим объективам. Дальше я начал уже записывать, наконец-таки, про изготовление фотофонаря для себя. Дальше я уже записал видео про тестирование фотофона Fuji. Такой экспресс-тест. Сам, не знаю, еще не отсмотрел, что там получилось. Но, тем не менее, прикреплю рафки. Можно будет скачать и поюзать немного рафки с Fuji без зеркалок. И дальше поговорим о фотографии и фототехнике в целом. Впереди будет много интересного. Пока ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok